О Конституции, о правках, изменениях и о судьбе будем говорить с Игорем Поповым, экспертом Украинского института будущего. Игорь, приветствую. Здравствуйте. Игорь, вот есть перед войной, да, звучало, что вот если бы вы приняли правки, вот если бы Донбасс, то ничего бы и не было. Вот прокомментируй, пожалуйста. Это спекуляция, это были просто слова или таким образом все-таки пытались, чтобы мы Конституцию подстроили под соседнее государство и отказались от своих территорий? Ну, к сожалению, прогноз показывает, что на этой уступке ситуация бы не закончилась, и все равно мы получили бы войну. Потому что Кремль интересует не Донецкая, а Луганская область, которую они сейчас разваливают, их интересует Киев, их интересует смена геополитического курса Украины, либо же разрушение Украины как государство. В том числе лишение ее Конституции, суверенитета и всех атрибутов нормального государства. Да, но тут на самом деле вот интересно, что Владимир Зеленский недавно сказал, что до конца года хотел бы закончить войну. Он сказал это в своем обращении к самым влиятельным странам, так называемого клуба «семерки» G7. Насколько мы можем оценивать вообще вот это заявление? И вот насколько Украина, скажем так, может повлиять на ход завершения этой войны? И насколько европейские лидеры и мировые лидеры главных стран могут услышать этот призыв Зеленского? Как вы видите? Мировые лидеры на саммите «Большой семерки» еще раз однозначно сказали, что только Украина будет решать, когда ей заканчивать войну, на каких условиях, какие договора подписывать. Зеленский же неоднократно говорил, что он будет готов подписывать мирный договор, любая война закончится мирным договором, но только тогда, когда военным путем будет освобождена территория Украины по состоянию 23 февраля. Остальные вопросы будем решать дипломатическим путем. Это на сегодня является понятной позицией и для украинского населения, и для России, и для Запада. А насколько вы считаете, что эти поездки Макрона, Шольца, Драги в Украину, в Киевскую область, могут поменять их сознание? Правильно мы путем идем сюда, завозя этих европейских лидеров, и показываем реальные разрушения со стороны Российской Федерации, которые они наносят Украине? Или там непрошибаемая стена в каком-то смысле, и только лишь сугубо интерес, как принято говорить, да? Ну, то есть показать эмоцию, посопереживать, это по-человечески, но каждый лидер каждого государства все равно так или иначе должен отстаивать интересы своей страны, своего народа. То есть, что мы сейчас видим? Это сочувствие на словах, или же это действительно абсолютно открытый путь к тому, чтобы поддержать Украину? И вот, Игорь, какие выводы? Очень правильный вопрос. И наша дипломатия, и сам Зеленский используют в общении с Западом как рациональные аргументы, так и эмоциональные аргументы. Именно вот поездки в разрушенные города – это эмоциональный аргумент. Потому что люди, которые не видели войны, они все же прожили всю свою жизнь в мирной Европе, и войну могли видеть по телевизору вне пределов Европы. Когда они это видят, конечно, это влияет на их решение. Но одних эмоциональных аргументов было бы мало. И поэтому очень важно выстраивать рациональные аргументы в том, что Украина может стать членами Европейского Союза, в том, что Украина может противостоять вооруженной агрессии. И конкретно формулировать, что нам надо. Вот на вчерашнем саммите Большой Семерки Зеленский, когда включался, он же очень четко давал список, что нам надо сегодня. Поскольку это экономический клуб, в виде военного клуба они сейчас будут в Мадриде собираться этими днями, мы просили экономику. Зеленский говорил, ребята, дайте нам прямую финансовую поддержку, потому что у нас сыплется бюджет и экономика, это естественно. И было объявлено, что нам дают почти 30 миллиардов до конца года. Этого достаточно для того, чтобы поддерживать наш бюджет и поддерживать курс национальной валюты, но недостаточно, чтобы отстроить все, что развалили. И поэтому мы формулируем следующие запросы. Давайте искать деньги на восстановление. Мы понимаем, что из своих бюджетов они много не дадут. И поэтому одно решение Большой Семерки, это то, что повышаются квоты на тот российский импорт, который они еще покупают. И вся разница от повышения квот идет Украине на восстановление. И второе, Зеленский напоминал о том, что, ребята, давайте уже выстраивать механизмы, как конфисковать замороженные российские активы и передать их на восстановление Украины. Четыре месяца войны, пора уже иметь первое предложение, как это юридически будет выглядеть. Там активов Центробанка на 350 миллиардов где-то арестовано, и активов олигархов и коррупционеров на 150 миллиардов. То есть полтриллиона это нормальная сумма, о которой можно говорить, для того, чтобы мы и отстроили все, что развалено, и для того, чтобы построили новую экономику Украины, новые рабочие места, новые предприятия. Да, вот получается, опять же, уже эксперты некоторые отмечают, ситуация, когда страна-агрессор, то есть Путин, будет опять же финансировать вооружение и восстановление Украины из своего же кармана. То есть вот такая какая-то история. И хотелось бы вас спросить еще касаемо признания России государством спонсором терроризма. Это радикальное ограничение нефтяных доходов и конфискация всех замороженных и арестованных российских активов. Сейчас опять же идет речь о том, что если Россия признается государством террористом, то вести переговоры с террористами не комильфой. То есть насколько это может повлиять на дальнейший ход развития событий, на переговорный процесс как таковой? Официальные переговоры они вести не будут, но продолжаются всевозможные неофициальные треки. Там через Абрамовича, там еще через кого-то. И поэтому коммуникация все равно есть. И даже то, что перезваниваются иногда руководители генеральных военных штабов США и России, это тоже правильно, они хотя бы снижают общий градус противостояния. И то, что мы потом узнаем о всех этих деталях переговоров. Первым, это тоже правильно, что без Украины ничего не решается, Украина всегда в курсе. Скажите, а вот как могут повлиять такие события, которые происходили на выходных в Украине, начиная с обстрелов Киева, продолжая Кременчугом этой трагедии, 20 человек уже погибло, около 30 находятся на госпитализации, еще до полусотни ранены. Вообще, Запад как-то должен на это реагировать, не только декларациями, заявлениями. Например, министр иностранных дел Латвии полностью сказал, что давайте перестанем просто вообще с Путиным общаться, созваниваться, давайте вооружаться. И сейчас идет целая программа по укреплению рубежей НАТО в этих районах Балтийских стран. А вот Старая Европа, она что-то может сказать на это, кроме декларирования? Ну, мы видим, что оппозиции Старой Европы и Восточной Европы немного отличаются. Но в ключевых для Украины вопросах они остаются без изменений о том, что агрессию надо восстановить, агрессора нужно выгнать с территории Украины, Украине надо предоставлять оружие. Конечно, мы каждый раз хотели бы больше оружия и быстрее оружия. Но вот то, что даже во время таких статусных встреч, как встреча Большой Семерки, встреча Совета Европейского Союза и сейчас в Адридский саммит НАТО, Россия лишь усиливает обстрелы, она ведет эскалацию, это дает нам рациональные аргументы в том, чтобы опять просить то, что нам пока не давали. То есть мы еще три месяца назад говорили, давайте закроем небо над Украиной, тогда будет падать меньше ракет на мирные города, на мирные кварталы. И вот на саммите Большой Семерки уже Соединенные Штаты объявили, что окей, они планируют дать нам некие противоракетные системы, которые очень нам помогут, потому что они могут эти ракеты сбивать там довольно далеко и высоко. Да, интересно, тут Алексей Резников сделал заявление, что по сути единственным условием, которое может стать возобновлением диалога между Западом и Россией, должна быть демилитаризация всей европейской части Российской Федерации. Таким образом он предлагает создать коридор безопасности от 500 до 1000 километров перед другими странами НАТО. Вообще мы верим, если отойти от, скажем, поточной какой-то ситуации, что в перспективе Европа будет понимать, что Россия это вооруженное государство, которое декларирует одно, делает другое. И вот Украина тому пример. И будет ли она способствовать действительно разоружению хотя бы ближайших регионов, которые граничат с Европой, Ну это программа Максимум, которую мы выдвигаем. И, понятно, ее вероятность невелика по состоянию на сегодняшнюю обстановку на фронте. Но все равно надо же иметь несколько планов. А, Б, С, Д и до бесконечности. В том, состоит и сила дипломатии. Как мне рассказывали участники переговоров с Россией и в Стамбуле. А Россия вначале выкатила тоже довольно большой список своих претензий и хотелок. Наши в ответ подготовили, ну вот, примерно в таком же стиле и почти в стиле ответа казаков турецкому солтану. О том, что вы в свое время тоже разоружаетесь, убираетесь куда-то за Урал. И поэтому начинаются переговоры всегда с программой Максимума, сходятся где-то на тех компромиссах, которые отображают состояние дел в данный конкретный момент, как на фронте, так и в дипломатии. Ну, похоже, что и европейские государства тоже пересмотрят свои взаимоотношения с Россией. Вот Шольц заявил, что отношения с РФ не могут вернуться на тот уровень, который был до 24 февраля. Вот об этом он сказал буквально сейчас на саммите G7. Какие возможны перестановки? То есть будет больше, будет укрепление НАТО, будет больше оружия, будет больше, чего ожидать? Больше эскалации. После заключения мирного договора Россия рассчитывает на снятие всех санкций. Но уже очевидно, что все санкции сняты не будут. И те санкции, которые останутся, они будут, должны защитить Европу и Украину от того, чтобы новая военная агрессия не появилась хотя бы слишком быстро. То есть останутся запреты на военные технологии и так далее. Ключевой вопрос, это касается, конечно, поставок российского газа в Европу. И если там в начале войны еще были какие-то сомнения, может сейчас война быстро закончится и вернемся к бизнесу, как обычно, бизнес as usual, то сейчас уже принято принципиальное решение, что Европа даже готова будет померзнуть один-два сезона, но постепенно переключаться на другие источники энергии. И это тоже будет важное решение, и даже в случае заключения мирного договора это не отыграют. То есть отношения между Россией и Европой испорчены по вине России на очень долгие годы. И страдать от этого будет больше всего, конечно, само российское население. Да, важно, чтобы от этих испорченных отношений быстрее война закончилась, а не просто какие-то лидеры старой Европы обиделись на нарушение личных каких-то договоренностей между Путиным. Ну, это так субъективно. Но и без этого опять же. Спасибо, что рассказали о том, как происходит сейчас мировая повестка, о чем вообще могут закончиться эти встречи мировых лидеров. Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего, был на Фридоме. Благодарим. Игорь, спасибо и ждем в нашем эфире.